Девушки отдыхают 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 Женщина была изнасилована И скончалась от нескольких ножевых ранений Через неделю уже на территории Брянщины в Севском районе Произошло другое преступление Среди бела дня двое в масках угрожая ружьем Связали продавщицу магазин Грабители забрали всю выручку продукты И предупредили, что если она будет шуметь То ее пристрелят Вскоре двое в масках совершили налеты на дома Зажиточных селян По показаниям потерпевших Грабители забирали охотничьи ружья, вещи и деньги И скрывались на украденных мотоциклах Вскоре оперативники угрозыска Вычислили имена бандитов Ими оказались местные жители Бакин и Жукунов Были изготовлены листовки С фотопортретами преступников Но каково же было удивление сыщиков Когда они неожиданно обнаружили в деревнях Другие листовки И тоже под заголовком «Розыск» Кто-то неизвестный обещал выплатить вознаграждение тому Кто даст наводку на бандитов Жукунова и Бакина Кто взял на себя смелость Объявить собственную войну сельским гангстерам Вскоре оперативники установили Что листовки развешивал предприниматель Из расположенного на самой границе с Украиной Поселка Белая Березка 40-летний Евгений Кононов Он имел фермерское хозяйство Был заядлым охотником Беда пришла в дом Кононовых Когда семья на три дня уехала в Москву По показаниям Кононова Когда они вернулись То увидели, что дом их ограблен Воры вынесли золотые изделия Ружья, фотоаппарат, телевизор, одежду Кононов сразу понял Что его дом обокрали Рецидивисты Жукунов и Бакин Которые жили неподалеку И давно грозились обворовать Удачливого предпринимателя Но больше всего Кононова поразило то Что взяли бандиты из дома Вместе с ценностями Еще были такие детали по краже Которые не давали покоя Это то, что были забраны фотографии Все фотографии, всю память домашнюю Это детские фотоальбомы Это видеокассеты, где похороны, свадьбы Там проводы Тех людей уже нет, живых Это последнюю память И это было унесено Оперативники, получив информацию О похищенных вещах Провели в доме из Жукунова В присутствии его родственников обыск Там обнаружили украденный Видеомагнитофон, телевизор Радиоприемник, ружья Но фотоальбомы и видеокассеты Обнаружены не были Результаты обыска подтвердили Предположение оперативников Что все преступления в селах Дело рук Жукунова и Бакина Милиция продолжала искать преступников В Суземском, Камарическом, Трубецком районах Оперативно-розыскные группы Проводили поисковые мероприятия В лесах области Усиленные наряды милиции Блокировали все дороги Проводили опросы местных жителей 2 мая 1997 года В городе милиции Суземок Сообщили об исчезновении Друга Кононова Предпринимателя Сергея Приходько И его знакомой Галины Днем ранее они выехали на «Жигулях» Отдыхать на реку Случайный свидетель рассказал Что слышал донесшийся оттуда выстрел На месте предполагаемого происшествия Сыщики изъяли следы краски с дерева На котором также имелись И следы наезды автомобиля И осколки стекла По всему выходило Что машина потеряла управление Врезалась в дерево Что могло случиться в праздничный день Авария с тяжким исходом Внезапная ссор Оперативники при помощи водолазов Обследовали несколько участков реки На одном из них нашли затопленный автомобиль С помощью подъемного крана Машину подняли со дна В салоне обнаружили трупы Бодуновой И Приходько Но уже через два дня Произошло покушение на самого Кононова Вечером Евгений Петрович Вместе с семьей смотрел телевизор Жена сидела спиной к окну Он напротив Преступник забрался на лестницу И выстрелил картечью через стекло Кононов получил множественные ранения В горячке хотел броситься в погоню Но жена не пустила Она и сняла его раненого На домашнюю видеокамеру Теперь у Кононова не было никаких сомнений Бакин и Жукунов уничтожают тех Кто не дожидаясь помощи милиции Объявил им войну Жукунов хотел расправиться Не только с Кононовым Но и с его женой И двумя сыновьями После чего разграбить И сжечь дом Теперь Кононов понимал Что главной для бандитов Все же была некорыстная цель Они убивали из-за непреодолимой ненависти К людям другого образа жизни Другого мира Которые имели все А они ничего Первой жертвой этой ненависти И стали Галина Будунова И Сергей Приходько Друг и компаньон Кононова На их похороны вышел весь город Люди требовали Чтобы милиция нашла И покарала убийц По области ползли страшные слухи В лесу поселились полулюди Полузвери Их так и назвали Брянские волки Кононов понимал Что теперь его черед Понимали это и сотрудники Местной милиции В управлении уголовного розыска УВД Брянской области Был создан оперативный штаб По поимке лесных бандитов Оперативникам было известно Что Жукунов поддерживал связи с семьей Чтобы выйти на контакт с ним Решили воздействовать через его родственника Суземская газета «Рассвет» Опубликовала интервью с супругой Женщина не верила Что ее муж совершает страшные преступления Называла его добрым, мягким, домашним Но через неделю после публикации Было совершено изнасилование И убийство девушки Судя по всему Это тоже дело рук Жукунова и Бакина В начале мая поступило сообщение Из расположенного рядом с границей Украинского села О новом преступлении Был убит капитан украинской милиции Рекун Последний раз его автомобиль Видели вечером в селе Неплюево Стоящем у бани Которая служила притоном Для бывших уголовников Пьяниц и бомжей Не исключено, что капитан решил проверить Не посещают ли притон брянские волки Пять районных отделов милиции Брянской области Были переведены На усиленный вариант несения службы Сотрудники СОБРа и ОМОНа Держали засады у сельских магазинов Ждали бандитов Специально обученные подразделения Прочесывали леса Проверяли сигналы О появлении подозрительных людей с ружьями Над лесными массивами Постоянно баражировали вертолеты Работали в оперативной связке С поисковыми группами А также с милицией соседней Сумской области Украины В ходе одной из массированных операций Сотрудники СОБРа обнаружили с воздуха палатку Немедленно начали снижение десантирования Но палатка была уже пуста Бандиты заметили преследователей в воздухе И бросив вещи скрылись чаще Несколько часов СОБРовцы прочесывали лес Но больше всего Жукунова и Бакина ждали в доме Кононова Сотрудники милиции держали круглосуточную засаду у фермера Кононов специально для архива делал фотографии Об этих изматывающих буднях Но бандиты ничем себя не проявляли Они могли обрушиться в любой момент И учинить жестокую расправу над Кононовым Его женой и двумя несовершеннолетними сыновьями Как жить дальше? С отчаянием спрашивала фермера супруга А он, проверяя боекомплект, успокаивал жену Этот патрон Жукунову Этот Бакину Этот опять Жукунову Не выдержав пытки ожидания Кононов ушел в леса на поиски брянских волков Понимая, что он не имеет права на самосуд Он надеялся выманить бандитов из их логовищ Выступая в роли приманки Он прекрасно сознавал смертельную опасность Которую он себя подвергает Ведь сотрудники милиции могли вовремя и не успеть на помощь Но Кононов остановиться уже не мог Он шел по следу бандитов Находил места их стоянок Сутками выслеживал их, как выслеживают диких зверей Иногда охотника и бандитов разделяли несколько сотен метров Но каждый раз добыча ускользала из его рук Уникальность ситуации заключалась в том Что все события происходили в пограничной зоне двух независимых государств России и Украины Кононов понимал, что грабя и убивая на территории одной страны Брянские волки укрывались в соседней Я понял, что ждать в принципе нечего Им способствовала граница Они передвигались более-менее легко Потому что наши милиционеры не могли на территорию Не было договоренности, боялись Задержание украинской стороной с оружием Туда появление было А я действовал проще, легче У меня ружья, бронежилеты Меня уже знали на Украине Пропускали в Суземки Чтобы в Суземку попасть, нужно проехать две границы здесь Поэтому я за две недели до задержания начал ездить Начал показываться наводчиком, предполагаемым То есть, что я опять ищу их Что я здоров, полной силы, уверенности Кононов продолжал идти по следу Бакина и Жукунова В одночасье земляки и почти сверстники стали смертельными врагами Один – созидатель, строитель, хозяин Два других – насильники, налетчики, пожинатели плодов чужого труда Именно поэтому через три дня после первого покушения Недолечившись, Кононов выходит из больницы Несколько картечин, как напоминание об их последней встрече Остались в его теле Незалеченные раны постоянно давали о себе знать 29 июля в 12 ночи В доме Кононовых сработала сигнализация Взлетели сигнальные ракеты Хозяин набросил бронежилет, схватил помповое ружье Фонарь выбежал во двор В глубине которого мелькнули две тени Следом выскочили сотрудники милиции – Корнев и Колени Загремели выстрелы Оба налетчика были ранены Ими оказались Жукунов и Бакин Если хочешь, вы завескор Нет, я хочу Или уйди меня Я хочу Дай мне пулю Нет, горе Дай мне пулю Я застрелю Смертельно раненого в перестрелке Жукунова Кононов снял на видеокамеру Сразу после боя Истекающего кровью Жукунова Доставили на операционный стол Через два часа, несмотря на усилия врачей Жукунов умер от кровопотери Утром участники ночной перестрелки Еще долго обсуждали подробности случившегося И никак не могли поверить, что все кончилось Сам Кононов выстрелил шесть раз Два его выстрела попали в бандитов Охотник услышал стон и крик «Костя, не бросай!» И тогда понял, что один из бандитов тяжело ранен Отстреливаясь, налетчики укрылись в соседнем доме И попытались взять в заложники женщину с тремя детьми Но не успели Милиционеры блокировали прилегающие дворы И по рации связались с оперативным штабом Через три минуты прибыли дополнительные силы Оперополномоченный уголовного розыска Егор Клюев первым ворвался в дом И сразу увидел лежащего раненого Жукунова В это время он попытался выстрелить Милиционера спасло только то, что у бандита заклинило карабин На подмогу к Клюеву, который успел обезвредить главаря банды Подоспели другие сотрудники милиции Через час Бакин дал первые показания Григорий Жукунов и Константин Бакин познакомились в колонии Каждый из них имел по четыре судимости Жукунов, 1963 года рождения, служил во внутренних войсках Владел приемами карате Сроки отбывал за грабежи, разбой и убийства Жукунов был лидером банды Долгие годы тюрьмы озлобили его Пока он сидел, некоторые односельчане стали жить значительно лучше Выйдя на свободу, он уже знал, за чей счет будет наверстывать упущенное Константин Бакин, 1966 года рождения, был в банде ведомым Имел судимости за кражи, злостное хулиганство Жукунов объяснил и Бакину, кто для него главные враги Первой жертвой бандитов и стал предприниматель Кононов Мы, как сказать, совершили кражу Его, ну как, его, да, дом Мы знали, что его дома не будет, приехали, все, аккуратненько залезли Ну, у нас свои тут есть правила, свои такие, не писанные законы В этом отношении, чтоб не хамить, ничего не переворачивать, не ломать там, ничего Зашел, взял спокойно, что тебе надо, и ушел, лишнего не брать Ну, все, мы зашли, взяли и ушли Ну, потом прошло время, там, мы еще совершаем грабеж И, короче, с этого грабежа вышли на нас, там, обещать не буду, как, чего, просто там, случайно, не случайно, ну, вышли на нас именно И при обыске находят с его квартиры вещи Ну, мы в бегах, ну, мы ушли Позже на следствии Бакин рассказал, как Жукуновым выслеживали Кононова и убивали его друзей Сергея Приходько и Галину Бодунову бандиты подкараулили у реки Они подошли к Жигулям, где сидели будущие жертвы И предложили им выпить шампанского за то, чтобы никогда больше не враждовать Потом вместе сели в машину, Жукунов, не дрогнувши рукой в упор, выстрелил в затылок Приходько На горло женщине накинули удавку, и Бакин ударил ее ножом в сердце За рулем сидел Жукунов, машину заглушили Женщина сидела сзади Я тоже здесь Не ехать, а идти, скажи ему, пришел Ну, я спереди Потом я вышел Потому что мы услышали голоса, там были кто-то отдыхающий Туда дальше Были голоса, кто-то отдыхал 1 мая Жукунов сказал, проверь, пройдись по берегу, посмотри Зная, что Кононов не простит убийство друзей Бандиты, выбрав место поглубже, вместе с автомобилем Столкнули в реку Трубоприходько и Бадуново Вот именно в этом месте, вот конкретно Значит, как вы ее, какие способы вы ее захотели? Разогнали Ну, Жукунов сел за руль, разогнался, выпрыгнул на ходу, и она ушла под воду Брянские волки всегда действовали предельно осторожно Прежде чем зайти в какой-нибудь поселок, изучали карту, маршруты движения Затем несколько часов наблюдали за объектом, используя украденный бинокль В деревнях им часто попадались листовки с надписью «Розыск», которые вывешивал Кононов Увидев свои портреты, они их тут же срывали Они всерьез считали себя настоящими партизанами, действуя по всем правилам партизанской войны Спрашивали у местных жителей, охотников, рыбаков, где живет участковый Как часто приезжает милиция из района, есть ли телефон Стали известны и подробности убийства капитана украинской милиции Рикуна Бандиты находились в притоне, когда капитан зашел туда с проверкой Выстрел из обреза Жукунова стал роковым Потом подонки похитили знакомую милиционера Татьяну, затащили в лес, изнасиловали и убили Она как бы немного нагнулась за сумочкой Ну да, пониже нагнулась Я нанес удар сверху, между лопатами Ну ударил вот так Вот сюда, да? Приблизительно Потом сразу выдернул нож, развернулся и отошел туда После убийств бандиты меняли места своих стоянок В глухом, труднодоступном лесном массиве соорудили шалаш Рядом хранили продукты и неприкосновенный запас баки на 10 бутылок водки Здесь они прятались от погони, отдыхали перед новыми набегами Но стали более осторожными, старались не попадаться на глаза сельским жителям Мы вообще людей боялись Человек увидел все, он позвонил Мы только человека увидели, мы все, мы спрятались Даже, чтобы нас не видел никто Снег падает А куда придется? И в воду, и в снег куда надо В воду прятаешь? Ну, а куда едемся, если облаву с собаками гоняем? Никуда не едемся Облавы были? Конечно Вы уходили по воде, да? И по воде уходили, и по разному ходили И по железке Когда это летом было, облавы? Летом и весной попадали А у вас свертолеты еще искали, да? Искали, да Бандиты ушли в Михайловский заповедник В прошлом партизанский край Для охотника Жукунова лес был как родной дом Он знал, как выжить в глухих дебрях Как укрываться при необходимости в гиблых болотах После очередной кражи меняли отстрелянные стволы на новые Охотились на уток, косуль Этим мясом и питались, когда кончались украденные деньги и продукты Люди-волки постоянно чувствовали, что фермер где-то рядом И пытались уйти от преследования Все дальше, уходя в глухие леса Жукунов понимал, что за ними идет охотник-профессионал Которого очень трудно сбить со следа Тело Татьяны, знакомой украинского капитана милиции Рякуна Оперативники нашли 18 июля в реке Сев Они сразу установили тот же характерный почерк Два ножевых ранения в спину между лопаток и один в левую грудь При ней обнаружили удостоверение пропавшего капитана милиции Рякуна И сумку с удостоверением медсестры из города Ямполя, некой Ольги Убийцы решили запутать следствие, подсунув к утопленному телу чужие документы Однако оперативники установили твердо В реке обнаружили труп знакомой Рякуна, Татьяны Вот здесь стояла машина Мы открыли багажник, достали Она была в одеяле Мы привязали снизу груз к ней Состоящий, как ранее в протоколе я показывал Там банки разные, стекло Потом документы разные, две сумочки женские Одна с Ромашкиной, одна с Татьяной, там с ее личными вещами Потом папка с УАЗика, которую мы хотели угнать, но он не завелся Мы забрали документы, там паспорт был, военный билет Еще какие документы, то есть удостоверение начальника этого энергосети города Ямполя Ну это все мы привязали снизу Татьяну как бы сверху положили А обвязали ремнем безопасности Срезали ремнем безопасности И привязали это все к ней Труп медицинской сестры Ольги из города Ямполя Нашли чуть позже у железнодорожного полотна возле станции Шалимовка Бандиты нанесли несколько смертельных ножевых ударов Женщину они встретили случайно, когда меняли свою дислокацию Продвигаясь вдоль железной дороги Прежде чем совершить убийство, изнасиловали и снова ушли в леса Последнее время чувство опасности не покидало брянских волков Им все время мерещились милицейские облавы Бакин постоянно подстегивал себя спиртным и в тяжелом хмелю Смутно понимал, что если они попадутся, расплата будет страшной Жукунов не пил У него обострился слух И едва заслышав подозрительный шум, он вставал, давал знак Они отступали вглубь леса на несколько километров Спали урывками Наконец решили уйти навсегда из брянских лесов на Украину Но прежде им надо было свести счеты с фермером Кононовым Поэтому бандиты прихватили из его дома фотоальбомы и видеокассеты с любительскими съемками Позже, ритуально сжигая их, они представляли, как будет сгорать в пламени дом и семья фермера Они предчувствовали, что там их может ждать засада, что Кононов заманивает их Но лютая ненависть к новому сельскому русскому, жажда мести была сильнее разума И они отправились в свой последний набег, предвкушая расправу Но капканы, расставленные охотником на людей-волков, захлопнулись Так закончилась история брянского фермера и изгоев, объявивших смертельную войну удачливым и преуспевающим землякам Жизнь в Белой Березке вновь стала тихой и провинциальной Но о кровавых похождениях лесных нелюдей, прозванных брянскими волками, здесь забудут не скоро Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok